Друзья, здравствуйте! Мы совершили удивительную оплошность, но очень мало внимания с вами уделяем вентиляции в бане. А это очень важный процесс. И сегодня на выставке Акватерм 2024 я встречу своего давнего знакомого Сергея Геннадьевича, у которого есть отличное решение для вентиляции в бане. Решение, что называется, из коробки. Сергей Геннадьевич, здрасте! Здравствуйте! Давай я расскажу вам. Мы разработали, доработали комплект, который включает в себе все необходимое, чтобы сделать скрытую установку вентиляции в парной. Ну, это набор элементов, выполненных качественно. Стык собрано для сборки по конденсату. Аккуратная сварка, нигде ничего, так сказать, не наплевано сваркой. Все лежит в комплекте. Комплект изоляции, пожалуйста. Даже скотч где-то лежит. Конденсатор-отвод с трубкой. Полный конфликт для монтажа в парилке. Как это происходит? Перед отделкой в каркасе мы устанавливаем комплект воздуховода, а затем зашиваем отделкой. Отделка может быть, конечно же, любая. И подключаем либо с выходом на улицу, либо подключаем в наш УПШ. Трехконтурный дымоход. Да, трехконтурный дымоход. А здесь получается, УПШ это четырехконтурный дымоход с двойной вентиляцией. И получается что? Что внешний воздух, заходящий в УПШ, сам себя охлаждает. Наши опыты на банифесте показали, что выше 30 градусов УПШ не нагревается. А трехконтурный дымоход не нагревается больше 35 градусов. То есть, мы его даже прозвали УПШ холодный. По нашим опытам в зимнее время на ППУ, который устанавливается УПШ, снег зимой можно положить и он не тлает. Ну то есть, довольно холодные внешние стенки, которые существенно увеличивают пожаробезопасность. Совершенно верно. Можно использовать супер-пупер изоляционные материалы. А мы пошли по другому пути. Мы пошли по пути конструктивной изоляции. То есть, сам воздух сам себя охлаждает и делает безопасный, самым опасный участок. Это проход перекрытия. Как правило, пожар здесь происходит. Почему? Перегревается дымоход. Его пытаются как можно сильнее изолировать, но он начинает перегреваться и говорят, что металл перегревается. Если мы недоизолируем дымоход, что происходит? Теплопередача и возгорание конструкции. Как от этого уйти? Использовать воздух для охлаждения самого дымохода. Но лучше этот воздух брать из самой бани. Конечно. И с помощью тис-вент. Правильно? Мы убиваем двух зайцев. Мы используем воздухом, который удаляет продукты жизнедеятельности человека, охлаждаем дымоход. И освежая парилку через приточный воздух, который находится, как правило, в районе печи, для того, чтобы приточный воздух можно было подогреть. И получаем отличные кондиции в парильном помещении. Ничего не делая, используя энергию отработанных газов. Мы нашим зрителям уже рассказывали о том, как изготовить самостоятельно вентиляцию типа Басту. По сути, это у нас и есть, да? Да. Басту – коробочное решение. То есть ничего не нужно докупать, ничего не нужно городить. Вот приобрели такое устройство, собрали его как конструктор. В комплекте есть скотч, которым… Элементы, стыковочные элементы герметизируем между собой. И есть все необходимые материалы для самостоятельного монтажа. Затем все красиво вы прячете под обшивку вашей бани. И она работает незаметно, абсолютно незаметно для вас. Но работает. Есть такое прекрасное испытание. Поджечь зажигалку, пламя и поднести к Басту. Если пламя отклоняется, она работает. Все очень просто. Есть еще какие-то положительные свойства у этой штуки? Именно у конструкции типа Басту? Ну, это вентиляция. Нет, я просто… Ну, я могу сказать, пироги она не печет. Нет, я просто свыхал такой момент, что вентиляция Басту помогает еще и решить одну из главных проблем, с которой может столкнуться любой владелец бани – холодный пол. Ну, здесь все-таки у нас забор воздуха происходит из нижней части парилки. Басту работает примерно 30-40 сантиметров от пола. Я думаю, что вопрос подогрева пола нужно решать дополнительно и отдельным техническим решением. Все-таки если сравнивать, например, Басту и какой-то классический способ удалять воздух спорной. Допустим, сделали в верхней части отверстие в стене, поставили электрический вентилятор, вот он как классическая вытяжка работает. Здесь он просто будет забирать у вас горячий воздух, горячий пар. Конечно, конечно. Все кондиции парной мы сами будем выбрасывать в атмосферу. А зачем? Это же Басту – это принцип перевернутого стакана. Вся, весь теплый воздух остается на уровне человека, но при этом вентилируется. Мы всегда получаем из печи свежий теплый воздух, горячий воздух и вентилируем используемый. Воздухообмен позволяет получить отличные кондиции в парной. Итак, друзья, на мой взгляд, это отличное решение, решение, которое уже готово для установки. Установить можно абсолютно любую баню, и воздух в парной у вас всегда будет свежий и чистый. Все верно? Да. Сергей Геннадьевич, спасибо вам большое за такое интересное устройство. Успехов, удачи и до встречи на следующей выставке Аквата. Спасибо. И на банифест тоже. О, еще бы. Спасибо. Спасибо.